всем привет есть очередные интересные и некоторые интригующие новости события и заявлений поговорим о интересных ситуациях в германии и в мире так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соц сетях и давайте к делу и так в германии тысячи фермеров как и обещали приехали в берлин для проведения крупной демонстрации против повышения цен на топливо они требуют сохранения субсидий на дизельное топливо для сельского хозяйства и освобождение от налога на транспортные средства проводите политику с умом это правительство губит население такие плакаты демонстранты вывесили на сельскохозяйственной техники а президент ассоциации немецких фермеров предупредил что если власти не отменят свои меры которые направлены против сельскохозяйственной деятельности и против фермеров тот с января 2024 года фермеры будут повсюду и будет то что германия никогда раньше не испытывала ну а если еще и другие простые люди в германии присоединятся к фермерам то тут уже и до революции недалеко тем более что алис вайдель всегда на подхвате и она уже ранее призывала немцев выходить на баррикады а тут и школьнику понятно что касается сельскохозяйственного дизельного топлива это создаст рост стоимости сельскохозяйственной продукции то есть и продуктов питания и коснется это каждого в германии а как сообщает евроньюз 12 тысяч немецких ресторанов оказались в очень критическом положении из-за повышения цен на продукты питания потому как правительство объявила что с января повысит ндс 7 процентов до 19 процентов который ранее правительство снизила три года назад в качестве меры для уменьшения убытков от пандемии но многие рестораны еще не оправились от ее последствий пищевая промышленность опасается что покупатели не смогут позволить себе более высокие цены и уже германия станет одной из самых дорогих стран европы по ндс на продукты питания а владельцы ресторанов огорчены еще больше поскольку до того как олаф шольц стал канцлером он дал предвыборной компании обещание что налог не вернется к ставке в 19 процентов существовавший до ковид в общем как заявила генеральный директор ассоциации отелей и ресторанов германии это просто катастрофа для нашей отрасли и для многих предприятий 12 тысяч компаний не выживут они либо закроются либо обанкротятся а как заявляет издание бильд согласно новым исследованиям рейтинг правящей в германии коалиции снова упал до нового минимума за всю историю то есть согласно последним данным уже 59 процентов граждан германии хотели бы досрочных выборов бундестаг в ближайшее время а вот что касается самого канцлера германии олафа шольца то вчера на своей странице в соцсети x шольц заявил что он заболел коронавирусом в сообщении он написал что это явно не тот сюрприз которому я был бы рад мой тест на коронавирус показал две линии так как симптомов немного то мне кажется что все пройдет легко я пока работаю за своим столом но с другой стороны если посмотреть на все что происходит вокруг коалиции то тут напрашивается вывод либо отставка либо болеть так что посмотрим как будут развиваться события дальше но идем дальше в германии придумали способ как снизить привлекательность для беженцев заместитель председателя фракции хдс хсс йенс шпан предложил всех новых беженцев которые попадают в ес нелегально отправлять в третьи страны то есть за пределы евросоюза по словам шпана если мы будем делать это последовательно в течение 4 6 8 недель то количество беженцев резко сократится у многих из беженцев отпадет само желание направляться в евросоюз если будет ясно что в течение 48 часов они попадут безопасную третью страну за пределами есть то есть в ганну руанду или страны восточной европы не входящие в евросоюз такие как грузия или молдова предлагает отправлять мигрантов политик от хдс как пояснил шпан руанда вероятно готова пойти на это гана возможно тоже необходимо также провести переговоры со странами восточной европы такими как грузия и молдова дальше европа компенсирует киеву недостаток помощи сша такое заявление поступило от министра обороны германии бориса писториуса который заявил нам ясно что рано или поздно нам придется компенсировать здесь и нам то что возможно больше не будет поступать от вашингтона по его словам партнеры рассматривают наихудший сценарий когда ситуация в украине станет все более сложной из-за нехватки боеприпасов а как сообщает bloomberg республиканцы в сенате продолжают и дальше свою блокировку на помощь украине в общем видимо помощь соединенных штатов америки уже решили полностью переложить на германию а писториус просто деликатно это все озвучивает а тем временем министр иностранных дел германии она лена бербак пообещала новую помощь но на этот раз африке глава медгермании заверила африканские страны в готовности германии и евросоюза целом поддержать их в борьбе с болезнями и пандемиями связано все это с производством вакцин в африке по данным аналены бербак сегодня лишь одна из сотни доз вакцин которые используются для прививания населения африки производятся на этом континент к 2040 году этот показатель должен увеличиться в 60 раз пообещала она произойдет это благодаря проекту с с финансированием в 1 и 2 миллиарда евро до 2027 года при этом 550 миллионов евро из этой суммы будет предоставлена именно германии дальше совет европейского союза в понедельник завершил процесс принятия 12 пакета санкций против россии который предусматривает запрет на прямой или посвенный импорт покупку или передачу бриллиантов из россии запрет ранее согласованный на уровне g7 начнет действовать с 1 января 2024 года ограничение в отношении российских бриллиантов которые обрабатываются в третьих странах будут внедряться с 1 марта по 1 сентября 2024 года как прокомментировал верховный председатель по иностранным делам и политики безопасности жозе баррель в этом двенадцатом пакете мы предлагаем мощный набор новых списков и экономических мер которые еще больше ослабят российскую военную машину наш посыл ясен как я уже заявлял когда возглавлял неформальный совет по иностранным делам киеве мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет но как ранее всех информировал политика введенные против россии западные санкции не работают только это касалось других предыдущих санкций теперь есть 12 пакет о котором мы видимо тоже услышим только спустя некоторое время будущее и последняя новость строгие ограничения для беженцев из украины как сообщается на портале правительства норвегии украинские беженцы в норвегии которые посещают родину рискуют потерять временную защиту в этой стране а министр юстиции и общественной безопасности эмили энгер мель заявила что если украинцы получившие временную коллективную защиту будут ездить туда и обратно между норвегией и украиной это может указывать на то что они больше не нуждаются в защите в норвегии теперь я хочу относиться к украинцам и другим национальностям на равных с точки зрения последствий таких поездок вот такие новости на данный час давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео уверен что вам есть что сказать подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соц сетях спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока